Усим провитанье, поважанные сябры! Сардешно запрошаю вас на канал Углу! По старой доброй традиции, оформляйте подписку, жмите на колокол и напишите комментарий, состоящий из семи слов. Это здорово мне поможет! Недавно мы разбирали большой цикл серии, посвященной игре Стронхолд. Напоминаю, что по этой теме есть отдельный плейлист. Там мы прикоснулись к живописной, наполненной яркими событиями средневековой жизни. Наши крестьяне заготавливали древесину, воины сражались во имя доблести и чести, а кто-то попросту просиживал штаны в таверне. Это все прекрасно и романтично. Но давайте вернемся еще дальше. Обернем время вспять сквозь тьму веков. В этом нам поможет старая добрая игра Age of Mythology, вышедшая в 2002 году. Несмотря на такой солидный возраст, выглядит она достойно. Красивая графика, уютная атмосфера, детализация и проработка каждой мелочи. А также приятный саундтрек, который навевает нам воспоминания об античных временах и героях того времени. В эпоху компьютерных клубов, когда я еще был юн, мы частенько в нее залипали. В то время, когда уже были такие мастодонты, как Warcraft 3 и легендарная эпоха Империи 2. Как замечательно, что спустя 20 лет эти шедевры помнят до сих пор. И как прекрасно, что их переиздают в Full HD. Что может быть лучше, чем окунуться на новом железе в 21 веке в хорошо сохранившиеся игры? Чую, мы такими темпами все-таки дойдем до кампаний Age of Empires. Ох, ребята, тут просто огромный пласт контента. Интересно будет узнать ваше мнение на этот счет. Поделитесь им в комментариях. А если вы хотите сами окунуться в прекрасное далеко и приобрести себе шедевры, прошедшие проверку времени, то предлагаю вам сервис Diffmark – цифровой магазин для геймеров. Здесь вы можете найти абсолютно любую игру для ПК и консолей, игровую валюту, а также нужный вам софт без региональных ограничений. Вас ожидает огромный выбор цифровых продуктов и постоянно пополняющийся каталог. Тут даже имеются вышеупомянутые Warcraft 3 и Эпоха Империи. Все на любой вкус, за приемлемую цену. Все есть, брат, все, что ты хочешь. Вы сами для себя выбираете продавца и оплачиваете продукт удобным вам способом. Чтобы купить игру, нужную вам, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться через соцсети. Удобный интерфейс, выбор языка и валюты и, конечно же, служба поддержки, куда вы можете обратиться за помощью. Быстрые и безопасные покупки в несколько кликов с помощью удобных для вас систем платежей. Возможно, оплата картами Visa, MasterCard. А если вы все равно испытываете проблемы с платежами, то можете воспользоваться системой Kiwi. После приобретения товара вы получаете 180 дней гарантии. А если вы перейдете по моей ссылке в описании, то получите скидку 10% на все товары. Заходите, приобретайте и играйте. Напоминаю, ссылочка в описании. Наша история начинается со сновидения, явившееся главному герою по имени Аркант. И сразу натыкаемся на небольшое расхождение. В тексте его называют Аркантос. А вот в озвучке Аркант... Как ты отправил его в преисподнюю, Аркант? Как быть? Предлагаю определиться и называть его все-таки Аркант. Не знаю, как вам, но этот персонаж уж больно мне кого-то напоминает. Во снах ему явилась богиня Афина, покровительница Победы. Она поведала Арканту, что его родину, Атлантиду, по-прежнему хотят захватить враги. Но не просто враги, а могучие, сильные создания. В общем, грядут тяжелые времена. Пришло время пробудиться. Ну ты и Соня. Ну тебя даже вчерашний шторм не разбудил. После своих странствий Аркант прибывает домой, где его тут же встречает сын Кастер и старец Теократ. Возникли проблемы. Назрело недовольство владыки Посейдона. Чтобы исправить ситуацию, Теократ предлагает помочь союзникам осадить город Трою. Аркант, разумеется, никуда не желает уезжать. Он просто хочет насладиться мирной жизнью, отдохнуть на песчаном берегу, любуясь прекрасным видом на море. Как вдруг послышался сигнал тревоги. На гавань напал огромный кракен. Арканту пришлось возглавить оборону порта. Очевидно, что это не последняя атака врагов. Сюда начали стягиваться корабли пиратов и мародеров. Приказываем работникам добывать пищу и золото для поддержания обороны. А в казармах начинаем тренировать гаплитов и таксотов, греческих лучников. Началась битва за побережье. Необходимо продержаться до прибытия армии Атлантиды. Обратите внимание на окружение и графику. Посмотрите, как прекрасно выполнена трава, берег, море. Так и хочется в него окунуться. А знаете, что мне еще нравится? Это то, что стрелы втыркиваются в землю. Вскоре к нам на выручку явилась армия, благодаря чему все атаки были отбиты. Пиратам пришлось отступить. Но не стоит так радоваться. В гуще сражений был похищен трезубец статуи Посейдона. Теократ увидел в этом плохой знак. Милость морского бога утеряна. Пришло время действовать. Пришло время идти на Трою. Вскоре стало известно, кто руководил похищением трезубца. Это был Минотавр по имени Камос. Пираты отправились на соседний остров и устроили там лагерь. Чтобы не потерять противника из виду, Аркан приказывает высаживаться на берег. Тут нам необходимо обустроиться и перейти в классическую эпоху. Строим домики для жилья, собираем ягодки, режем куриц на пропитание, а также начинаем добывать золото. Все эти процессы проходят в ламповой уютной атмосфере. Оторваться невозможно. Помимо основных ресурсов, еда, дерево и золото, у нас имеется благодать. С помощью его можно нанимать мифических существ, строить некоторые здания или изучать специальные усовершенствования. У греков благодать добывается путем поклонения в храме. Как только сооружение будет построено, можно устраивать молебен. Обычно для такого дела я посылаю троих работников. Как только нужное количество ресурсов будет добыто, можно переходить в классическую эпоху. Тут нам дают сделать выбор, какое божество будет у нас покровителем в новой эпохе. У каждого бога свои существа и модернизации. Поскольку нас ожидает штурм вражеского поселения, то мой выбор пал на бога войны Ареса. В классической эпохе, в храме, можно нанимать летающих существ пегасов, которые будут нашими разведчиками. Лагерь пиратов был найден ценой жизнью пегаса. Но не стоит переживать. Я хотел продемонстрировать вам, как в этой игре погибают летающие существа. Они не взрываются в воздухе, как в других стратегиях. Они падают на землю, где их слабая плоть бесследно распадается. Однако пираты тоже не сидели на месте и обнаружили нашу стоянку. Для безопасности можно построить стены и дозорные башни. Я всегда любил так делать. Но не ради какой-то безумной застройки наподобие Таурнупс, а эстетики ради. Теперь, когда наша армия собрана и укомплектована циклопами, можно выдвигаться на вражеские позиции. Оборона пиратов была сломлена, а их городской центр был разрушен. Из-под завалов выскочил Минотавр Камос, который ринулся на утек. К счастью, Аркант вместе с циклопами его догнали. Но загнанный в угол Минотавр не растерялся. Он прыгнул со скалы на спину Левиафана и сбежал. Врагу удалось улизнуть. Зато есть хорошая новость. Трезубец Посейдона теперь в наших руках. Аркант и его воины прибывают в Трою. Там нас на берегу встречают великие герои Агамемном и Аякс. Да-да, тот самый Аякс. Один из моих любимых персонажей в фильме Троя. Помните, как эпично он крушил своим молотом обычных солдатиков. В игре он имеет пассивную способность отшвыривать врагов. Впереди нас ждет легендарный штурм города. Нам выделяют небольшой участок земли для обустройства лагеря. Палатки у берега, костерок. Красота! Уничтожив лазутчиков, начинаем строить поселение. Боги неспослали нам магический камень, который будет приманивать животных для охоты. Ставим глыбу возле городского центра и наслаждаемся его завыванием. Иди ко мне! Вскоре к нам начнут приходить звери. Как только мы укрепимся, нам выдадут боевое задание. Необходимо уничтожить две троянских пристани. Вновь собираем войска, лучников, циклопов и ведем их на приступ. Боги дали нам умение проклинать врагов наших, превратив их в свиней. Из-за чего оборона первой пристани ослабла. Можно выламывать ворота, разрушать башни и громить поселение. После чего переправляем наши силы на второй порт. Там уже дежурили гигантские существа-колоссы. Но наш доблестный Аркант воодушевил своих воинов, и те ринулись на штурм. Троянские порты были уничтожены. Из-за чего их флот был дезориентирован. Теперь, когда угроза с моря устранена, союз греков и атлантов начал готовиться к осаде Трои. Мы встречаем еще одного героя этой войны, Одиссея. Агамем нам придумал хитроумный план. Он вместе с Аяксом уйдут в резерв. А Аркант и Одиссей займутся осадой ворот города. На том и порешили. И сразу возникла проблема с ресурсами. Сперва нужно было отыскать источник золота. Благо, он находился недалеко. Для штурма у нас имеются вот такие осадные башни под названием Гелиполис. Вскоре вы увидите их в действии. Также в этой миссии мы немного воспользуемся нашим небольшим флотом, который станет наводить ужас на троянских рыбаков. А еще займемся очень приятным делом. На соседний остров перевезем несколько работников и построим поселение шахтеров. Пускай живут себе, трудятся и ни в чем себе не отказывают. Враги начали устраивать вылазки на наше укрепление. Поэтому встал серьезный выбор. Под покровительство какого бога нам перейти в героической эпохе. Пусть это будет Аполлон, который предоставит нам возможность нанимать мантикор. С помощью своих хвостов эти грозные создания устраивали врагам смертоносный ливень стрел. Затем в бой пошли осадные башни, стреляющие снарядами. Благодаря такой поддержке Арканту удалось пробиться к западным вратам Трои и полностью их уничтожить. Теперь самое время позвать Аякса. Но тут до нас доходит ужасное известие. Конный отряд троянцев сумел вырваться из окружения и напасть на Аякса. Нам приходится срываться со штурма и идти на помощь союзникам. Планы немного поменялись. Теперь необходимо перегруппироваться, снова собрать войска и ударить по основному лагерю троянцев. Отбиваем атаки и одновременно наращиваем силы. Наше войско пополнилось трехголовыми существами-гидрами. Теперь с такими гигантами нам ничего не страшно. Берем всех своих бойцов и идем громить позиции противника. С благословением богов мы получили мощную защиту. Ворвались в главный лагерь троянцев, где их тут же поразили молнией. Но и тут возникли еще одни проблемы. На этот раз троянцы напали на лагерь Агамемнон. Город Троя оказался неприступным. Постоянные вылазки уничтожили стоянку Агамемнона. Он уже не видит смысла тут находиться и желает отступить. Однако Аркант настоял продолжить войну. У него появилась хитроумная идея. Мы построим огромного деревянного коня в знак нашего поражения. Но вместо отступления наши воины залезут внутрь лошади и проберутся в Трою. Для таких целей потребуется древесина. Много древесины. Большую часть работников отправляем на лесозаготовки. А воинами патрулируем местность. Нельзя допустить, чтобы вражеские разведчики узнали о наших замыслах. Как только будет собрано тысяча досок, можно приступать к постройке коня. На создание такого сооружения отправляем всех рабочих. Вскоре наш подарок был готов. Аркант, Аякс и Одиссей залезли внутрь и стали ждать. А в это время Агамемнон укрылся со своей армией неподалеку от города. Троянцы были сильно удивлены такому дару и быстро затащили коня к себе. С наступлением темной ночи герои вылезли наружу и начали пробираться к воротам. Действовать нужно было аккуратно, прячась от патрулей. В городе мы отыскали гелеполисы, с помощью которых мы уничтожили ворота. Путь в город оказался открытым. И по нашему сигналу сюда явилась армия Агамемнона. Теперь осталось разрушить три троянские крепости. С такой могучей армией это не составило никаких проблем. Трое пало от нашего натиска и благодаря остроумному плану. После победы Аркант решил возвращаться домой. Однако все корабли находились в очень плачевном состоянии. До Атлантиды они не дотянут. К счастью, неподалеку есть порт Иоклас. Как раз там мы отремонтируем флотилию. Мы прибыли в Иоклас. Перед нами предстала ужасная картина. Порт был полностью уничтожен. Опять разбойники! Разбойники! Да нет же, старый болван, мы свои. Наши войска вернулись из строя. Да вас славится, Зевс! Среди руин мы обнаружили перепуганного старичка, который рассказал, как в городе хозяйничали разбойники. Они разграбили поселение и увели в плен героя по имени Херон. И этот герой необычный. Он благословлен богами. Аркант и Аякс решаются спасти Херона. На их пути попадали змеи. Много змей, которые держали под стражей кентавр. Они как раз помогли нам продвинуться дальше. Выжившие местные жители увидели, как мы боремся с гадкими созданиями, сплотились в ополчение и решили нам помочь. Вскоре у нас появилась осадная техника, благодаря чему пробиваться стало проще. На вершине находилась крепость, которая охраняла Херона. Туда мы и направили наше войско. У стен завязался ожесточенный бой. Летели стрелы, осадные орудия метали камни, а боги одарили наших солдат восстановлением и хорошей защитой. Херон был спасен. Он рассказал, что разбойниками командовал человек по имени Кемсид. Они увели часть жителей в рабство, словно собирались строить что-то грандиозное. Узнав такие новости, Аркант и Аякс принимают решение спасти пленников. Герои выдвинулись небольшим отрядом, как вдруг наткнулись на каменную стену. Постройка возведена совсем недавно. Царапины на камнях еще свежие. Вскоре выяснилось, куда подевались пленные жители. Их заставили заниматься странными раскопками. Необходимо туда пробиться и разузнать, в чем дело. Мы соорудили два лагеря, разделенные между собой непроходимыми горами. Вот что я не люблю, так это миссии с подобным расположением. Нужно метаться между двумя базами, контролировать добычу ресурсов и руководить обороной. В общем, пришлось строить стены. По мне так красиво. Возле ворот поставить пару башен, и уже у нас вырисовывается антуражное, укрепленное античное поселение. Настолько все душевно, по-домашнему. Западный лагерь Аякса собрал армию и выдвинулся пробивать дорогу. Таким образом, мы соединили все наши силы в единый кулак, который обрушился на вражеские позиции. Пробившись к раскопкам на вершине холма, мы увидели циклопа Гаргаренсиса. Он нам что-то прокричал нехорошее, а затем, вызвав метеоритный дождь, убежал в подземелье. С этого момента немного заострим внимание на данного персонажа. Гаргаренсис задумал освободить бога Кроноса из Тартара. Циклоп и его приспешники соорудили огромный таран, чтобы пробить ворота. Теперь нам предстоит помешать врагам осуществить их коварные замыслы. Мы спускаемся в врачное подземелье. Двигаемся через узкий проход. Подойти к тарану не так просто, так как со всех щелей лезли враги. Поэтому сперва мы завалили проходы, чтобы нам никто не мешал. Теперь можно атаковать сам таран. Однако после его разрушения к нам снова явился Гаргаренсис, который не особо и расстроился случившимся, так как это был не единственный путь в Тартар. После своих слов, циклоп вызвал землетрясение и скрылся в темноте. Мы попали в ловушку. Казалось, ситуация безнадежна, но к нам на помощь явились тени мертвых. Мы всего лишь чужаки в их царстве, поэтому они решили вывести нас на поверхность. А вот тут можно насладиться таинственной атмосферой мира Реба, мир мрака. Тут даже есть знаменитая река Стикс, по которой переправляются души. Для того, чтобы выбраться, необходимо отыскать три реликвии. Благо нам указали их месторасположение. Нам даже посчастливилось встать на борт загробного судна, будучи живыми. Найдены реликвии с особым трепетом герои несли в руках. Их необходимо доставить в храмовый комплекс, который охранялся отрядом циклопов. После того, как мы прорвались, перед нами предстали три статуи. Зевса, Посейдона и Гадеса, он же Аид. Аркант подошел к Посейдону в надежде, что Бог ему поможет, но ничего не произошло. Тогда мы попробовали обратиться к Зевсу. И, о чудо, он нас услышал, создав лестницу. Наконец-то, спасение. В то время, когда наши герои выбирались на поверхность, циклоп Гаргаренсис и Минотавр Камос отправились в Египет. Быть может, там им удастся открыть Тартар. На этом заканчивается первый акт кампании. В следующей серии мы узнаем, что было дальше. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Лайкайте этот ролик, пишите комментарии, а я пошел пилить египетскую кампанию. С вами был канал Углук. Берегите себя. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова